для начала давайте разберемся на какие категории или виды мы можем разделить всю вот эту огромную массу модуляционных эффектов их легче всего разделить по их воздействию то есть воздействовать они могут на печь но им или на основную несущую ноту то есть это та нота которую мы воспринимаем на звук что звук нам кажется там грубо говоря но то долин но таре и так далее то есть это печь далее воздействует на частотный спектр чем-то похоже на печь но не совсем потому что печь нас может оставаться одним например но тогда но как вы помните из предыдущих выпусков из первой серии например о цифровом звуке просто сложным мы говорили о том что помимо основной но ты основной несущей частоты у нас у всех звуков сложных звуков кроме обычной синусоиды очень много дополнительных гармоник который формирует тембр звука то есть мы всегда сможем отличить звук акустической гитары от звука фортепиано и так далее и вот есть модуляционные эффекты которые могут воздействовать именно на вот эти дополнительные гармоники то есть они могут их как-то видоизменять что-то вычитать что-то убираете там фазовые вычеты и так далее задержки все что угодно то есть воздействие непосредственно на частотный спектр звука то есть вроде пич остается на одном месте но в частоте общей в общем тембре что-то меняется это вот собственно 2 2 вид 3 вид это фаза она как бы тоже затрагивает частично вот этот частотный аспект то есть когда мы меняем фазу мы автоматически затрагиваем частотную вот эту гармоническую составляющую это как бы всегда так работает и мы это на практике еще сегодня услышим следующее это на громкость но здесь все понятно то есть мы можем громкость собственно делать тише громче тише громче и если мы это делаем быстро и по какому-то закону это тоже вносит определенную модуляционную модуляционный эффект поэтому думаю здесь понятно далее на задержку некоторые модуляционные эффекты в своей основе несут также еще задерживающий характер например тот же хорус об этом мы тоже поговорим то есть какая-то часть звука может задерживаться относительно самой себя и ну таким образом мы создаем вот этот модуляционный эффект то есть также влияет на некое скажем так временную составляющую звучание сигнала и шестая категория это на панораму то есть слева право так как мы работаем в основном сейчас со стереозвуком в современном мире то у нас разумеется есть модуляционные эффекты которые задействуют и эту категорию параметры звука скажем так то есть у нас не только громкости частота у нас с вами еще присутствует пространство то есть лево право середина и почему бы не использовать эти параметры тоже для модуляции ну и собственно есть плагины которые в том числе и воздействует на панораму и кстати многие плагины даже которые изначально затачивались под изменение других параметров также опосредованно воздействовать в том числе и на панораму так мы работаем в стерео режиме то есть в моно это может быть было бы не слышно но так мы работаем в стерео даже когда мы хотим воздействовать например на фазу или на задержку мы автоматически задействуем и на панораму даже сейчас кажется немножко сложно потом например их вы все поймете я специально здесь все это выписал и вот эти ноутс и оставлю здесь открытыми на протяжении всего курса чтобы мы когда будем слушать каждый из эффектов мы могли сослаться вот на какую-то эти категории сразу примерно для себя в голове отнести любой плагин либо любой эффект к той или иной или сразу к нескольким категориям то есть так будет гораздо проще понимать и в будущем когда вы будете знакомиться с новым плагином который вы себе приобретете или скачаете или установите попробуйте вам будет гораздо проще если вы сразу его сможете отнести к какой-то категории и как только вы поймете собственно как работает плагин с той или иной категории звука с частоткой с питчем с фазой вам гораздо проще будет его выучить и понять когда его применять когда он нужен когда он не нужен то есть вы опять же не будете делать каких-то машинальных не обдуманных действий а все будете делать взвешено продумано и тогда когда это нужно быстро покажу основные такие вот эффекты которые прям вот можно отнести к той или иной категории на здесь хорус флэнджер фейзер тремоло вибрато их аналоги внутри logic я уже установил вот на наш канал с акустической гитары давайте быстро послушаем как они звучат и что они делают со звуком и начинать следующее видео мы уже более подробно остановимся на самых основных принципах работы той или иной обработки давайте начнем с хоруса так у нас гитара звучит без какой-либо обработки давайте включим хорус сразу забегая вперед можно сказать что хорус у нас может относиться и к воздействию на пич мы слышим что начинается такая вибрация звука если мы ускоряем и увеличиваем воздействие этого эффекта также он в однозначно задействует панораму то есть у нас до этого был моно звук гитара в моно при этом когда мы включаем эффект хоруса на сразу звук становится широкими объемом слева направо то есть можно смело говорить что в корус нас может относиться одновременно и к плагину который воздействует на пич и к плагину который у нас воздействует на панораму или ширину звука давно присматривайтесь курсом logic pro help и не знаете какой приобрести первым ведь у нас на сайте представлено довольно много курсов но теперь все стало гораздо проще мы подготовили для вас курсы оптом со скидкой объединенные общей темой если вас интересует быстрый старт изучения logic pro аранжировка сведения или мастеринг теперь вы просто можете выбрать соответствующий комплект и быть уверенным в том что получите самые полные и исчерпывающие знания по интересующей вас теме и по очень привлекательной цене переходите по ссылке в описании к этому ролику и забирайте свой комплект курсов прямо сейчас давайте пойдем дальше у нас дальше идет flanger здесь то же самое то здесь у нас есть воздействие также на панораму на печь немножечко то есть у нас тоже так такой немножко плавает звук но еще и на частотный спектр то есть мы слышим что в спектре начинаются какие-то такие вот плавные изменения такой как эффект такого плавания или flanger но я думаю вы слышите даже на маленьких значениях интенсивности вот этого изменения питча мы слышим от какое-то некое изменение в частотке то есть это уже воздействует у нас помимо печь еще на частотный спектр и также на панораму далее у нас идет фейзер давайте его послушаем сейчас поставлю какую-нибудь обработку попроще и Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот в отличие от предыдущих двух эффектов, здесь питч у нас прям так сильно не меняется, питч остается на месте, но меняется частотная составляющая звука, то есть у нас этот плагин воздействует в первую очередь на частотный спектр воспринимаемый, то есть вот эти все обертона, которые у нас затрагиваются, вот в этом частотном диапазоне мы прям слышим их изменения в реальном времени. Ну подробнее мы об этом еще поговорим в отдельном видео, давайте перейдем дальше, Tremolo это у нас плагин, который уже воздействует скорее на громкость. То есть здесь в принципе ничего сложного не происходит, просто как бы представьте, что ручка громкости очень быстро включается-выключается, то есть уходит на бесконечность и возвращается в исходное положение, это и есть Tremolo эффект, то есть когда у нас громкость начинает моделироваться, то есть здесь этот эффект воздействует у нас на громкость. Вот эта категория. И еще один вариант, который я здесь взял, это вибрато, то есть это непосредственно то, что даже из названия уже следует, что воздействует в первую очередь на питч звука, то есть на его вот эту основную высоту, воспринимаемую нашим слухом. То есть мы слышим, что такой звук немножко начинает такой трясущийся, как бы такой... То есть, ну, тут понятно, что вибрато у нас в первую очередь и заточено на, собственно, питч. Здесь, как видите, в этом плагине еще есть режим хоруса, и некоторые управления уже относятся именно к нему, то есть по сути то, что мы уже рассмотрели. Но если тут оставить только именно часть вибрато, вот V1, V2, V3, это разной степени вибрато, то мы можем воздействовать вот на питч. И если, например, здесь еще добавить стереофейс, то есть у нас разный питч будет применяться к левому и правому каналу, то мы еще и опять же начинаем задействовать на вот эту категорию панорамы. То есть, опять же, мы можем опосредованно воздействовать и на этот параметр звука, несмотря на то, что мы изначально хотели на питч воздействовать. То есть сейчас все модуляционные плагины, в принципе, дают очень большое количество возможностей. То есть нет такого, что только одна ручка, и все, больше ничего не умеет. Как правило, плюс-минус можно для одной, для двух категорий, для трех дополнительно какое-то воздействие оказать на звук, даже несмотря на то, что изначально планировалось что-то другое. Поэтому все вот эти шесть категории, они максимально взаимосвязаны. И так или иначе, несколько из них будут как-то задействованы. Просто главное это уметь анализировать, слышать, понимать, что происходит, и отдавать себе отчет, нравится вам это или не нравится. Вот я сейчас изменил фазу, и, например, тот же самый вибратоэффект уже у меня воздействует еще и на панораму. То есть слышно, что звук становится таким более стереофоническим, как будто у меня уже не одна гитара играет, а две гитары. Ну что ж, мы познакомились с основными эффектами, и давайте уже начинать следующее видео. Мы подробнее остановимся на основных, и в следующем видео поговорим о хорусе. Спасибо. 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 Спасибо.